Часто я общаюсь с людьми, которые работают и в музыкальной индустрии, и в киноиндустрии. Конечно, все начинается с трека, но об этом дальше. Музыкальный клип — это важнейший инструмент для продвижения музыканта. Этап — выбор трека. Сейчас будет достаточно объективное мнение. Я поговорил очень с многими ребятами. Из музыкальной индустрии, и со звездами, и с топовыми музыкантами, и с продюсерами. Это был некий такой социологический опрос о том, как же музыканту правильно выбрать сейчас трек, на который стоит снимать клип. В первую очередь, конечно же, решает слушатель. Раньше музыкант мог нагнать какой-то мистики. Не выбирайте музыкальный трек самостоятельно. Нужно, чтобы его послушали люди, не имеющие вообще никакого отношения к созданию этой музыкальной композиции. Не просите друзей выбирать трек. Это тоже важный момент. Почему? Потому что друзья не смогут вам дать честную оценку. Они будут как-то мягко стелить. Они будут говорить, ну, дружище, вот здесь вот, значит, нужно чуть-чуть там прибрать звук. Я бы здесь вот дал басов. Ну, нормально, ну, неплохо и так далее и тому подобное. Они не скажут вам о том, что трек — говно. А вот люди со стороны будут более честны. Они не будут бояться потерять с вами каких-то близких взаимоотношений. Соберите некую фокус-группу. А лучше попросите кого-нибудь из своих друзей собрать некую фокус-группу. То есть эта фокус-группа будет еще дальше от вас. И отправьте им на выбор там два-три трека. В большинстве случаев многие музыканты думали, что хитом будет совершенно другая песня. И не та, которая в итоге стала хитом. Ты как музыкант исполнил класса, точно будет хитовая. А она нифига не хитовая. Если у вас уже есть режиссер, если вы уже подобрали, берете несколько треков, один, два, три, отправляете режиссеру, и режиссер выбирает. Классно работает, потому что режиссер в съемке клипа, он играет большую роль. Если режиссеру не нравится ваш трек, и он будет снимать клип только ради того, чтобы заработать денег, это провал. И я в последнее время достаточно часто работаю, когда музыканты присылают несколько вариантов трека. Я выбираю, смотрю. Конечно же, мы снимаем и коммерческие работы, когда не приходится выбирать трек. Еще вариант. Вы делаете картиночку, ставите туда музыку свою, и запускаете там на YouTube, еще на каких-то каналах, и тестите. Смотрите, как это работает. Если, соответственно, есть какой-то отклик, возможно, что стоит сейчас взять, не знаю, там, деньги с банка и пойти снять клип на эту песню. Если же нет никакого отклика, то стоит задуматься. Можете отнести трек на радио, потестить его на различных площадках, заключить контракт с рекорд-лейблом, и уже после того, как вы увидите, насколько людям заходит музыка, снимать клип, например, Таяну, композиция «Шкода». Значит, она пять месяцев висела на различных радиостанциях, в сети, на YouTube, и только после того, как стало понятно, Алан Бадуев снял на эту песню клип. Можно взять, например, Олега Газманова. Это, конечно, отдельная история Олега Газманов, но, тем не менее, была песня «Отбой». Когда он мне звонил и говорил о том, что нужен клип, хочется клип, вот я редко снимаю клипы, но везде на радио «Отбой», песня звучит, заходит во все рейтинги, людям нравится, я хочу снять на нее клип. Ну, то есть человек тоже взял, потестил песню, и после этого был снят клип на данную композицию. Примеров на самом деле масса. Три минуты – это, наверное, максимальное сейчас время удержания внимания слушателя. Важно, чтобы в треке были какие-то крючочки. Ну, это повторяющийся припев, запоминающиеся слова и тому подобные вещи, на которые стоит тоже обращать внимание. Конечно, с одной стороны круто. Я художник, я так вижу, я пишу, я музыкант, я так слышу, я так чувствую. На всех мне плевать. В целом, если вы хотите все-таки зацепить своего слушателя, то стоит обратить на повторяющийся припев свое внимание. Очень много сейчас исполнителей разных, которые не пойми вообще, что поют. То есть в целом разобрать текст их достаточно сложно. Не только я, да, но и люди из индустрии. Они рекомендуют обращать внимание на текст, на осмысленный текст, который хорошо слышно. Пройдет тренд на вот такие вот штуки, какие там, блин, под бабки побольше, все такое. Вот когда вот на это все пройдет мода, захочется возвращаться к тому, что наполнено смыслом. Качественно записан, у него должно быть качественное сведение, хороший мастеринг. Он должен качать, да. То есть бывают, конечно, какие-то такие трушные истории, когда записали на коленке и вроде неплохо заходит. Но опять же, это случайность. В целом все сейчас хотят, чтобы бас хорошенько продавливал, чтобы звучало все плотно, собрано. Поэтому рекомендую вам обязательно обращать внимание на качество записи.